Белорусская экспозиция представлена на выставке «Продэкспо» в Москве – крупнейшем событии для пищевой промышленности России и Восточной Европы. Участие принимают более 2000 компаний из 35 стран. До 10 февраля «Синёкое» будет демонстрировать многообразие ассортимента продовольственных товаров, а также широкие возможности для сотрудничества и поставок на внешние рынки. В стране в 2030-м проведут перепись населения. Белстат ведёт соответствующую подготовку. Ранее процесс проходил в 2019-м. На тот момент, по полученным данным, в республике проживало 9 413 446 человек. Средний возраст белорусов – 41, у мужчин – 38 лет, у женщин – 43 года. Беларусь чётко выполняет требования ООН по переписи населения раз в десятилетие. По 23 февраля в Могилёвской области проходит республиканская профилактическая акция «Безопасность в каждый дом» в два этапа. Первый – в домовладениях и квартирах многодетных и семей с детьми, которые находятся в социально опасном положении. Второй – в торговых объектах, общежитиях, предприятиях и организациях, местах с массовым пребыванием граждан. Главная цель – предупреждение пожаров и гибели на них людей. Бобруйский горосполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Приём заявлений по 12 февраля по адресу Ленина 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно знакомиться на сайте bobruysk.by. Рекордное количество болельщиков пришло поддержать хоккейный клуб «Динамо Шинник». Заключительный домашний матч в регулярном чемпионате МХЛ с русскими витязями собрал 3788 зрителей. В ледяной схватке гости оказались сильнее. Сейчас «Бобры» с 55 баллами занимают 4 место в серебряном дивизионе.